Привет, новие рокеры! Сегодня, как видите, у нас такая обычная запись, без монтажа. Наверное, иногда я все-таки буду возвращаться к такому, так сказать, олдскульному формату влогов, потому что, ну, монтировать видео это требует времени, и иногда просто хочется поделиться какой-то новостью или чем-то интересным, и, наверное, в таких случаях буду записывать просто обычные такие вот старого типа влоги. Кстати, посылочка, о которой я говорил, мне уже пришла. Да, видите, я уже ее распечатал, но показывать ее содержимое я пока что вам не буду. Дело в том, что там пришло кое-что такое весьма интересное и необычное. Но такого супер большого сюрприза не ждите, но эта вещь довольно интересная, и о ней мне хотелось бы снять такой настоящий влог, полноценный с монтажом, со всем делом. Так что, к тому же, следующий влог у нас получается 30-м по счету, если я ничего не путаю. Вот тут должна быть цифра. Какая там цифра? Да, правильно. Сегодняшний влог 29-й, значит, следующий 30-й. Это, значит, юбилейный влог. Следующий влог будет где-то на следующей неделе, наверное, среди недели. Постараюсь вот закончить, и тогда и расскажу, и покажу. Ну, а пока сегодняшняя тема, которую мне хотелось бы обсудить, это, собственно, то, что Мобби сказал вот здесь, на диске «Everison is Run» интервью, по поводу его слов о том, что он бы очень хотел сделать альбом-каверов на песне «Joy Division». Это, надо сказать, весьма и весьма очень даже интересный факт, о котором нигде раньше я не читал, никогда не слышал, чтобы Мобби вообще такое упоминал. Так что это, ну, прямо настоящий эксклюзив. Так что, еще раз спасибо, кстати, Сергею Поречному за вот этот диск, за то, что он проспонсировал его покупку. Вот, Сергей, без тебя мы бы этого не узнали. Ну, значит, по поводу желания Мобби записать альбом-каверов на «Joy Division». Ну, надо понимать, что «Joy Division» — это любимая группа Мобби, еще с детства. У Мобби была группа «Evol» в школьные времена, да, которая подражала «Joy Division» стараниями Мобби. Так что, так что я думаю, что подобный альбом, ну, альбом-каверов, это было бы как, ну, не знаю, осуществить детскую мечту. Ну, и еще очень интересно то, что Мобби сказал, что несколько каверов у него уже готово. То есть, слово «несколько» — это, ну, то есть, надо понимать, что вышло в свет только «New Dawn Fates», да, которую мы можем услышать, а вот другие каверы на «Joy Division» от Мобби, увы, остались неизданными. Интересно, конечно, «несколько» — это сколько. Хотелось бы, конечно, знать, что это за песни. Ну, мы можем с вами профантазировать, и какие это могли бы быть песни. Ну, я, например, ставлю на «Atmosphere», потому что, ну, Мобби, во-первых, часто ее очень упоминает, и еще она чем-то похожа на «Alone», музыкально похожа. Ну, наверное, еще такие песни, как «Isolation», как «Transmission», не знаю, как, может быть, «Inside» или «24 Hours», такая есть песня у них. Еще есть песня «The Eternal», мне кажется, что Мобби вполне мог бы сделать на нее кавер. Ну, не знаю, такая, конечно, известная вещь, как «Love will tear us apart». Вообще, было бы очень интересно услышать версию Мобби этой песни. Ну, конечно же, сама «New Don't Fates». Ну, вот о таких песнях, я думаю, вот когда... С чем у меня Мобби ассоциируется в творчестве Joy Division? Вот еще такой вопрос к вам. А лично вы как считаете, на какие бы песни Мобби мог сделать каверы? И какую песню Joy Division лично вы бы хотели услышать в исполнении Мобби? Лично я бы хотел услышать «Decades», ну, потому что это моя самая любимая песня Joy Division. Еще вот это вот, кстати, желание записать альбом каверов на Joy Division в конце, концу 95-го года, да, говорит также многое, мне кажется, говорит многое о тех предпочтениях музыки, которые были у Мобби в то время. И как бы сильно Мобби не ассоциировался с танцевальной музыкой, как бы сильно он сам ее не любил, мне кажется, именно в этот период он действительно очень увлекся роком, ну, потому что Joy Division это все-таки рок. Ну, конечно, этот альбом каверов, гипотетический альбом каверов, он не обязательно мог бы состоять только из, ну, рока, да, хотя мне кажется, что это был бы такой рок разной степени тяжести. Но, конечно, там могли бы быть самые разные стили, ну, как Мобби любят, да, вот, мог бы быть довольно-таки разнообразный альбом. Но мне почему-то вот кажется, что это все-таки рок-альбом, к тому же, ну, дальше у нас был Animal Rights, да, после Resident Evil. Как бы тут вот этот вот факт о том, что о желании Мобби записать такой альбом каверов, он как бы рисует вот эту картину того, чем Мобби увлекался, да, как вот он больше проникался рок-н-роллом. И в 96-м, как бы, из всего этого логически уже выходит Animal Rights. Из его увлечения гранжем и... Возможно, кстати, вот это вот самое увлечение гранжем и именно работа над Animal Rights и перебила работу над альбомом каверов. Возможно, он просто не смог сочинить достаточно песен. Возможно, в конце концов, не остался довольно результатом. Мы же не знаем, какие там, да, были еще каверы и насколько хорошо они ему удались. Но если судить по New Dawn Fates, то, не знаю, альбом был бы просто, мне кажется, супер-классным, супер-отличным, но... Хотя это всего лишь одна песня. Но New Dawn Fates ему далась на славу. Мобби еще, кстати, сказал, что у него... Как ему кажется, у него голос такой похожий на Энна Кертиса, да. Ну, я вот, честно говоря, не совсем, наверное, тут согласен с Мобби. Мне кажется, у Энна Кертиса очень... Такой своеобразный вокал. Ну, я думаю, все, кто знает Joy Division, кто слушал Joy Division, знают, насколько своеобразный этот вокал Кертиса. Но у Мобби тоже очень своеобразный вокал, свой. И, не знаю, в плане именно подражания Кертису мне как-то... Ну, хотя, когда Мобби не кричит, то, может быть, что-то и есть схожее. Как бы, некоторые люди, вот, из знатоков Мобби замечали, что, вот, например, New Dawn Fates, да, в начале, до того, как Мобби начинает орать, она действительно несколько походит вокально на Энна Кертиса. Так что, ну, в любом случае, мне кажется, чем New Dawn Fates и хороша, и интересна, потому что это не просто такая перепевка или подражание, да, а это своя интерпретация, свой взгляд на творчество любимой группы, что, мне кажется, гораздо интереснее и, ну, гораздо ценнее. Такие дела. Это очень классная новость, очень классный такой факт, узнать, который, наконец-то, мы смогли, благодаря этому диску. Ну, лично я очень рад это узнать. Это, как бы, многое объясняет для меня, и откуда взялась New Dawn Fates, почему Мобби сделал этот кавер, и, ну, вообще, это, как бы, дорисовывает для меня портрет Мобби вот этого вот периода 95-96 года. И очень сомнительно, конечно, чтобы когда-нибудь, где-нибудь, всплыли какие-то дэнки, относящиеся, вот, как раз к работе над этим альбомом каверов. Ну, может быть, тем не менее, когда-нибудь они все-таки всплывут, мы что-то услышим, это было бы невероятно здорово. По крайней мере, мы знаем, что нужно искать. Ну, и такой вот неизданный альбом отправляется в копилку, или, лучше сказать, в корзину, да, других неизданных проектов Мобби, таких, как, например, альбом забавных панк-рок песенок, над которым Мобби работал после альбома Хотел. К сожалению, который также остался неизданным, и от которого до нас дошли только две дэмки. Ну, и другие проекты, над которыми Мобби работал, весьма интересные, к сожалению, о которых мы до сих пор так и ничего практически не знаем, не услышали. Ну, а все-таки будем надеяться, что Мобби, может быть, когда-нибудь в будущем еще вот вздумается ему, и он вернется к работе над каким-нибудь альбомом-кавером, да, вот, над песней Joy Division. Это было бы очень здорово. Ну, ладно, сегодняшний такой спонтанный, несколько сбивчивый, но, надеюсь, более-менее интересный влог подходит к концу. До встречи на следующей неделе, там уже будет такой полноценный влог про весьма забавную, интересную вещь. Так что, до встречи, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»